Дмитрий с 2012 года работает в отделе вневедомственной охраны, а с 2016 стал сотрудником войск Национальной гвардии. В своем отделе занимается физической и огневой подготовкой личного состава. За свою службу он уже отличился в охране общественного порядка и получил заслуженную награду. Много чего, раскрываемость, раньше раскрывали и по горячим следам, и так, ну отличился в свое время. Вот, управление посчитало, что я достойно данной награды. На тот момент, в 2019 году, я первый, кто ее получил. На сегодняшний день в подразделении числится около 200 сотрудников. Старший полицейский Евгений Попов не только профессионал своего дела, но и музыкант. В день войск Национальной гвардии он принимал поздравления и решил сам поздравить коллег со сцены. Где ж ты, мой сад, вечная заря? Где ж ты, подружка, яблоняка моя? Сегодня нашим подразделением выполняется роль по защите имущества юридических и физических лиц. В свою очередь, ежедневно маршрут патрулируемый заступает 9 групп задержания, которые несут в круглосуточном режиме службу в течение суток. Общественная организация «Офицеры России» организовала для сотрудников Росгвардии праздничный концерт, который прошел в первой Одинцовской библиотеке. Активисты «Единой России» поддержали мероприятие в рамках реализации проекта «Историческая память». Росгвардия – это та сила, которая сейчас помогает нам добиться победы. И ребята, которые сейчас находятся в зоне ИСО, это действительно герои. От всей души хочу всех поздравить. Днем и ночью росгвардийцы стоят на страже порядка и обеспечивают безопасность. Ну а самая важная награда для них – благодарность жителей. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».